В прошлый раз мы рассматривали смертных народов, историю происхождения смертных народов, армии, ну и остановились на проблеме хоббитов. Она очень тесно влагается в географическую проблематику, и поэтому на нашем сегодняшнем докладе, на нашей сегодняшней встрече мы рассмотрим эти проблемы совместно. Ну вот здесь вы можете видеть тематику нашего нынешнего и следующего доклада, ну а финальный уже шестой доклад будет посвящен современному восприятию, современному воспроизведению, произведению Толкина, их тематики, их влиянию на общественную и культурную жизнь. Сразу, поскольку в прошлый раз возникал соответствующий вопрос, немножко об, как говорится, материалах в интернете. Ну здесь вы видите несколько сайтов, ну в первую очередь это сайт нашей гостеприимной галереи. Вверху вы можете на нем найти наши, как говорится, дальнейшие планы. Дальше мы видим сайт петербургского Толкиновского общества, который издает вот такой вот замечательный журнал «Полонтир». Ну поскольку задавался вопрос, где можно познакомиться, в общем-то, с моими, если не докладами, то, в общем-то, произведениями какими-то, то, в частности, и здесь, в 66-м выпуске, мне давали распубликоваться. Вот мы видим здесь их сайт. Я к этому журналу неоднократно буду обращаться, и обращался уже, и раньше там публикуется очень интересная статья литературологического, диперистического плана, ну и так называемой внутренней критики, то есть рассмотрение среди земля, милая Ротолкина, как некой объективной реальностью. Выходил еще пять лет назад, к сожалению, тогда он прекратил свое существование, вышло 30 номеров, журнал «Прилаты песни», где мне приходилось не связанность. Рублик там помещались тоже материалы по Толкинистике, к сожалению, на сайте этого журнала, к сожалению, на третьей позиции, там только аннотации к статьям. Ну и кто желает, так сказать, познакомиться с тем, что я пишу в части художественных произведений и бублицистики, есть у меня страничка на сайте «Проза.ру». Так что вот, собственно, это такой развернутый ответ на имевший место быть в прошлый раз вопрос. Ну и, как известно, принято начинать с обращения к источникам подобного рода доклады. Ну и так мы обращаемся в первую очередь к географии Толкиеновского мира, мира Арды, и среди земля, ее наиболее нам хорошо известной, благодаря обвету и властелину колец части. Ну и не только ее, но и целому ряду других произведений. И вот всем нам хорошо знакома, я думаю, карта с Фарзаса, которая воспроизводилась неоднократно, но надо сказать, что ей картография среди земли совершенно не ограничивается. Среди земли это широкий мир, точнее говоря, и Арда, если говорить все-таки о мироздании в целом, и существует целая серия карт, созданных с благословения Толкиена, картографом Барбарой Стрейдж. Эти карты можно считать авторизированными, и поэтому вот Толкиен как бы благословил их создание, и поэтому мы будем к ним обращаться. Там достаточно точно вымеренное расстояние, так что эти карты можно считать вполне достоверными и подтвержденными авторским словом. Ну здесь мы видим терминологию, которую использовал Толкиен, описывая структуру мира на созданных им языках. Ну, надо сказать, что вот здесь у нас на карте, видим, вот центральный континент Средизелья, вот его западная часть, которая, собственно, относилась к действиям его романов. Мордор, который будет в центре, и северо-западные районы, населенные светлыми народами. Земли Востока и Юга, а также земли за пределами этого континента, были им оставлены, скажем так, без особого внимания, но, видимо, она как поле деятельности для других авторов, которых затронет история этого мира и законы в нем царящие. Я уже говорил на втором из наших встреч, что Орда, как повествует нам об этом, Акалабет, первая часть Седьмого релиона, книги, куда вошли так называемые неоконченные сказания Толкиена, изначально не была планетой, изначально была замкнутым миром, так сказать, твердью земной, окруженную водным и воздушным океаном. Ну, здесь мы видим карты ранних эпох Средиземья, когда здесь безраздельно царели высшие силы, Валар, и еще не пробудились в жизни дети Единого, эльфы и люди, и другие, населяющие этот мир народы. Вот эта карта уже относится к первой эпохе, к солнечной эпохе, эпохе военной камней, описанной в Сильмаремионе. Здесь мы видим целый ряд серьезных отличий от знакомой нам карты Третьей эпохи, карты Средиземья. На западе, в родословенной земле Амана, обитель Лавр и Эльфов. Вот гора Таниквити, где находятся престолы Лавр, и поселение Эльфов у ее подножия. На западе Средиземья, страна Белериан, где, собственно говоря, происходят основные события войны камней, противостояния Эльфов-Нордер, выходца вниз на Магна, и темного владыки Мелькора, там городин, его горная цитадель к северу от Белериана расположена. Ну а к востоку от Сильмаремиона уже знакомая нам более-менее по Второй, Третьей эпохе Земли Средиземья. Земли Белериана погибли в результате войны камней, точнее говоря, в результате ее боевых итогов, после падения там городинма, и населявшие их эльфы и люди либо отселились на восток, либо, что касается эльфов, вернулись к берегам Аману на остров, то Эрсея, ну а их союзники-люди получили во владение остров Нуменор. Серьезное отличие присутствует в восточной карте континента, области которой относилось название Парисор. Это область, в которой, собственно говоря, возникли и эльфы, и люди, они, согласно мифологии Толкина, пробудились в этих землях, вот на берегах залива Убиви-Энэ, сначала эльфы, а затем с восходом солнца и началом военных камней, и люди. Отсюда эльфы совершили переход на запад и путешествия в Аман, точнее говоря, та часть эльфы, которая получила впоследствии название Средлых. Ну и также из этих краев рассеялись на запад и люди. Я не буду останавливаться подробно на этом процессе, поскольку об этом мы уже говорили, ну и у меня он довольно-таки подробно описан в той статье, о которой я уже говорил. Люди об эрегене Ариадора, она в 66-м выпуске волонтера опубликована. Замечу только, что люди, видимо, разделились на две ветви. Северную, обитавшую северно от южного моря, и южную, которая стала известна впоследствии как Корадеина. От северной ветви произошли Эталь, союзники эльфов, и Вастаки, то есть восточные племена, которые заключили союз с Мейхором, ну и в третью эпоху тоже известные как противники Гондора и Ротана. Но мы видим центральную часть Эквалисора обширное море, море Филкар. Ну, оно, согласно технологии, Толкиновской образовалось после того, как обрушен он был прикором еще в предшествующем конфликте один из мировых светильников. Вот Эуин, мы видим его на верхней карте слева, он был обрушен, и образовалось вот море Хилкар. Ну, после этого свет уже исходил от древа Валинора, распространялся только на Аман, а земли Востока были погружены плотянули вплоть до создания солнца, которое осветило путь возвращающимся в Средиземье эльфам. Вот именно здесь, на дне этого озера и находились земли, которые впоследствии вошли в историю Средиземья, как Мордор и Рон. Ну, мы сразу обратились к карте Второй эпохи, здесь мы видим остров Моми-Морд могучую, морскую державу, владение людей, потомков Эдая, союзников эльфов Первой эпохи или Адан, как они назывались на восходящих эльфийским людских языках. Ну, а на месте моря Хелкар мы видим Мордор и море Рон, которое является, так сказать, границей известных нам по пресловутой карте сфорзация земель. Ну, они были подняты со дна этого моря видимо магической силой и превращение их в земли освоенной и населенной связана именно с могучей магией, видимо, Сауром, который после падения прибора укрепился в землях Мордора и синих магов, которые принесли жизнь на земли в окрестностях моря. Если мы примем эту версию, что их деятельность относилась к уже второй эпохе. Здесь целый ряд разночтений мы встречаем. Ну, мы здесь видим также и карты Белерианда, карты первой эпохи. Надо, конечно, на них немножко остановиться. Вот эта карта, например, принадлежит самому Токию. Здесь обозначены владения эльфийских князей из племени Нольдор и племени Синдор, то есть подданных королям Тимфовым, чьи владения были в подземном дворце Менигродия в центральной части Белерианда. Ну, и здесь мы видим владения нольдорских князей. Гондолин, город Тургона, владения верховного короля Фенголкина и его сына Фенгона, Норгатрон, владения Финра, которая брата Галатриэля и других вождей в первую очередь ценности из дома Феронора. Ну, а на востоке владения Гуров, на Уллим поэльфийске населия владения Моргана. и здесь же на этих землях поселяются и люди как воссал Эльфорхабет, а мы говорили уже на прошлых наших встречах. Здесь мы уже на картах Барвара Стрэч, северная часть Белерианта, в центре там городе владения Маргота или Мелькора, врага и людей на западе Хитлун и Торламин, владения короля Фенголкина и человеческого дома Ходора. Ну и здесь вот скрытый город в горах, скрытый город Гондолин, самый крупный, но тем не менее тайнный город эльфов, название которого мы встречаем и в Хоббите, и во пластилине колец. Скажите, а можно вопрос задать? А почему для Толкина так принципиально было такое дотошное географическое расположение всех народов? Собственно говоря, это уже скорее инициатива партнер истрич, но скажем так, Толкин не хотел совершать ошибок и все-таки если он описывал историю страны, то должен был обратиться, должен был создавать и картографическое ее некоторое воплощение, ну а уже, ну потому что все исторические события должны иметь привязку не только во времени, но и привязку к месту. а творчестве Толкина, кроме того, говорят зачастую, что и его произведения горы, леса, реки имеют как бы больше индивидуальности, чем герои. Это особенность его произведения, где коллективный герой мир это действующее лицо. Поэтому вот такая географическая специфика и присутствует его произведение. Все события имеют строгую привязку и даже обусловлены тем, в каких местах они происходят. а ну вот видим здесь южные земли Белерианда, где на юго-западе Варварь 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 выкрывались эльфы после поражения воинов камней и куда благодаря посольству Эриндила к ним прибыла помощь запада. Ассириан, где обитали лесные эльфы и скрывались Берон и Людей. Зачастую на картах Толкиена и Белерианде в Средиземле присутствует малый хребет в широтном направлении расположенный. обычно в городе в мире Германии нет расположения, как и в Европе. Но малые хребеты вот такое широтное расположение имеют. Вот здесь порог Ханграм пересекает Белериан на север и юг. Реки Гелон и Сирион разделяли Белериан и тоже играли большую роль в его истории. Ну, а теперь мы отправляемся все-таки во вторую эпоху. Вот мы опять-таки видим достаточно подробную карту всего Белериана в центре лес Дариат владения Тинголом. И вокруг него владения эльфов и людей. в север владения темных сил, как я уже говорил. Вот у нас вторая эпоха. Эпоха экспансии Номинора с запада и экспансии Мордора с востока. Нам земли населенные эльфами и отчасти людьми, которые не принадлежали в большем своем числе временам Эталии, получившие, которые получили, как я уже говорил, дар землю сильную землю, землю, наделенную магической силой, дававшую ее обитателям долгую жизнь, здоровье, способности, в том числе, в определенном смысле, министические. Итак, на этой карте мы видим целый ряд интересных для нас моментов. Ну вот, если идти с севера на юг. Ледяной Парашевский залив. Это памятка еще, видимо, предначальной эпохи. Если мы произведем наложение карт этих веков, то вполне возможно сделать следующее предположение, на дне этого залива находился первый в истории Средиземья город. Город Кутумна первая цепотель темного властелина, сокрушенная еще до войны камней войну сил. Когда Милбор противостоял другим балам, был кеми побежден, заточен в Алиноре и там ему удалось соблазнить эльфов, а затем претитив Сильмарил добежать Средиземья, где его и преследовали эльфы ноль. Алинор вы говорили про силу номинара и силу шибачьи, вы говорили про логические способности, что про здоровье и силу на земле, какие способности? сила вы говорили про сену лунмара и что те кто на земле и им нестеляли способности это здоровье сила и еще рассказали какие еще логические способности Ну, например, проклятие Исилдура. Исилдур был луминорцем, он проклял горцев Белых гор, и мы помним по «Властелину Горецы», по фильму и по роману, какая печальная ждала их судьба. Ну, можно говорить и о целом ряде. Ну, можно, конечно, вспомнить и назву, которые, по крайней мере, в большинстве своими тоже были луминорцами. Были выходцами этого высокого народа, которому в мире Толкина предназначено было возглавить и вести младшие народы, дикие в то время еще народы, но, как оказалось, вести не только к свету, но и к тьме. Западная часть Реодора – это владение на начало второй эпохи эпох под предводительством верховного короля Гилгелада, внука Фельголфина, героя Войны Камней, верховного короля Нольфа в той эпохе. Здесь же в лесных массивах обитали лесные людские времена, предкие времена, которые мы знаем в третьей эпохе, как Дунгландцы. Именно эта территория стала объектом экспансии нуминорцев, которые стремились, с одной стороны, помочь своим сородичам, людям в Средиземье, с другой, с другой, речь шла уже и о самой быкновенной экспансии. Для строительства морских кораблей нужен был лес, и вот они взялись его добывать, основав гавань Винья-Лонда, впоследствии Лонд-да-Эр-Энет, он, собственно, говорит название Лондон, здесь немножечко играет. Они заключили союз Гилгеладом, а вот с этими здешних краев у них возник конфликт именно из-за выводки лесов, и этот конфликт стал одной из причин страшной войны за Эриадор, или Эрегионской войны. Вот здесь у нас у Ангаристы Борг, Эрегион, Эльфийский край, где жили потомки Нольго, мастера-кузнецы, создавшие им двойца власти знаменитая. Именно суда Фоксеса, своей армией из Мордора в Саурон, скалавший уже в то время свое кольцо власти с тем, чтобы захватить кольца, изготовленные для эльфийских владых, и ему почти удалась его план кампании, удалась его война. Он захватил и казнил Келебринга, создателя Кайги-Колец, Нука-Феонор. Но, благодаря помощи гномов и эльфов Лориена, в Шерковостоку от Мористых мор, они пошли через владения гномов под землей и ударили Саурону в тыл. Эльфы все-таки были спасены, опять-таки и силы, но минорцы высадились на берегах рек, на берегах Бредневины и на берегах Уатла, и обратили армию Саурона спять. Большую роль сыграл в этой войне Ривенделл, оплот эльфов Блистая гора, созданный Элроном, сыном Эрентила. Вот так постепенно формируется карта будущей Третьей Эпохи. Расширяется владение людей, сокращается владение эльфов. Моминорцы создали в Средиземье три основные колонии. Первая колония Умбар. Нам ничего не известно о поселениях меминорцев, вот в землях обозначенных как Хайферланд, хотя, возможно, они и были, но нам, по крайней мере, ничего не известно. Первая и крупнейшая колония – это Умбар. Именно отсюда темные туминорцы, последователи Вилькора, проникли в южные земли, земли, получившие название Харат, то есть юг на языке Синдари, и создали там свои владения, подчинявшиеся Саврону, владыке Моргора. На западе Средиземья – гавань Лонда-Эр, возникшая на руинах Вилья-Лонда, сожженная людьми-аборигенами. Это второй крупный центр, отсюда начинается колонизация Эре-Агора, территории, которую впоследствии получили название Арнор, уже в Третью Эпоку, там возникли три арнорские княжества, сначала арнорское коррористство, затем три княжества. И, наконец, гавань в Пеларгир в мусте реки Андуин, вот мы ее здесь видим, это был зародыш Бондарского государства. Вот так обстояли дела с нуменорскими колониями Средиземья на момент падения этого государства в конце второй эпохи. Ну вот мы видим здесь карту Нуменор с ее провинциями, на востоке гавань Ромены, крупнейшего порта Нуменора, Арменилос, его столица, где находилось святилище Единого. В Нуменоре существовало поклонение Единого, видимо, как королевское примиление исключительно. Ну и Эльдолонт, гавань, через которую существовали контакты с эфирами Запада. Ну и здесь также мы видим пограничное, приближнее провинции, внутренний горный массив. Ну а о нуменоре мне уже приходилось рассказывать, я познакомлюсь только на момент отраженных на этой карте. Ну вот здесь мы видим путешествие Эдалдариона и основания гавани Вилья Лонды, походы Тармина Стира, который помог отразить нашествие Савурона в Эрегионской войне. Ну и поход последнего короля Арфаразона Аумбар, где он принял капитуляцию Савурона, устрашившегося его военной мощи. Арфаразон провозгласил себя правителем Средиземья, Савурон был отправлен в Нуменор как пленник, но вскоре превращается в главного советника Арфаразона и Нуменор начинает создавать великую арману, с тем, чтобы нанести удар по Валенору по землям Амана, завоевать у Валор бессмертный. Ну, о философском подтексте этой проблемы, о ее концептуальном значении мы уже говорили, но здесь мы просто вспоминаем об этом в связи с хронологией и географией Средиземья и Арды в целом. Великая Армада была уничтожена, погиб Нуменор, захваченный фактически Савуроном, который превратил его в капище Великора и магическую силу, вложенную в эту землю, готов был направить на возвращение своего наставника и первого темного властелина. Верное союзу с эльфами люди бегут на девяти кораблях Средиземья. Здесь мы видим путь кораблей Элли-Дива, трех кораблей, которые более уничтожили, уничтожили, отбросили на север в залив Хлюн во владение Елли-Дива и путь его сыновей Исилбура и Анариона, которые добрались в Гаван-Пеларгер. Так были основаны королевства Арнот на север и Гонгер на юге. Здесь же путь обозначенный как путь людей короля, как называлась партия. А Архаразона, поддерживавшая идею превосходства номенорцев над людьми и людей над всеми прочими народами, видимо, они высадились в Умбаре и объединились в период последующей войны последнего союза с темными номенорцами. Именно Умбар становится противником Светлых Королевств на будущее тысячелетие. Ну и теперь мы обратимся непосредственно к карте Средиземья. Вот мы ее здесь видим. И вкратце несколько слов о войне последнего союза, как, ну что ли, базовой предыстории, базовой предыстории властелина коллекции. Итак, в первую очередь нас интересует Северо-Запад, Средиземья, владение королевства Гилгелада. Ну, уже во второй половине второй эпохи в его руках оставались земли только к западу от реки Брендивин. Эта река считалась границей смертных и бессмертных. Люди обычно стремились, люди могли ее пересекать, но редко селились за этим рубежом. Земли на востоке и юге, Реодора, которые потеряли на юге, на землях Милхериарта и Энн-Эдвейта была создана номенорская колония. Мы здесь видим место, где располагалась гавань. Лунная Эннет уничтожена великой волной, погубившей номенор, и выше гавань Тарбот, куда тоже могли находить морские суда. Видимо, рубеж владений номенорцев проходил по линии Тарбот, Ангренос, будущий изенгард владения Сарума, и Агваронт, будущий Хельмова-Креп. Здесь проходил рубеж номенорских владений Средиземий. Глава верных номенорцев, верных союз с эльфами номенорцев, Элентил создает королевство Варнориков, в северной части Реодора. Вопрос встает, почему не на юге миловладения, скажем так, плантаторов и рабовладельцев. Ну, видимо, потому, что, во-первых, Лунная был уже разрушен, а во-вторых, все-таки, Элентил делал ставку на союз с теми племенами Северного Реодора, племенами, которые были в тесном расстреле с домами Беора и Ходора, наиболее славными в войне воинах камней, ковик венто-сильмарилион, воинах с Мелькором, которые отдали самых известных героев этих воин и находились в ближайшем расстреле Суменонца. Ну, я уже говорил раньше о расовых особенностях этих народов. Дом Ходор это норгический, североевропейский расовый тип, высокий, блондинный дом Беора это палеоевропейский тип, сероглазые брюнеты. Ну, собственно говоря, в Толкиене, особенно там, где речь идет о Мурме Норе, здесь даже расовый этот оттенок имеет и психологический момент, как, например, Атфорзон, златобластный принадлежал к потомкам дома Ходора, и вот он не устоял темными силами, а потомки дома Беора и его сородичи, представители палеоевропейского расового типа, были наиболее близкими и верными союзу, близкими эльфам и верными союзу с ними. Ну, вот классический представитель этого типа Арагора. Итак, здесь на севере Ариатура возникает Арнольдское королевство вот в этих многочисленных холмах. Ну, кстати, мы видим здесь, помимо синих гор, именно низких гор, уже знакомый нам широтный горный массив, это восточные холмы и могильники, известные по властелину королевских, и горы в будущей Капитании. Ну, есть такие вот там невысокие, широкие горные массивы. Такая параллельно возникает географическое между описанием этих территорий. На юге создаётся королевство в Гондаре, опять-таки союз местных горных племён, отчасти потомков тех самых горцев, с которыми воевали муминорцы на берегах реки Гуату, и из Силдура и Аналиона. Создаётся Гондарское государство, Пеларгир, его центр вот здесь в устье Андуина, и крепости Менас-Анор, Менас-Этил, и Асгеля, перекрывающие Андуин в самом узком месте в долине. Ну, впоследствии Менас-Этил и Менас-Маргу, уже если говорить о Третьей Эпохе. На востоке за Англистыми горами, в которых расположены владения гномов, Казадум, о них мы говорили на прошлом нашем занятии, на прошлом докладе, земли равнионцев, людей из дома Хадора, который сарывающий домах Хадора, по крайней мере, в гомборской традиции, об этом, рассказывая об истории Гондора, говорит во «Властелине колец» фарамир Хоббитов. Что касается равнионцев, то во второй эпохе они заключили союз гномами, подобный союзу Адамов с эльфами в первой эпохе, в отличие от эльфов, много-много передали людям не только в плане языковой культуры, но и в плане культуры материальной, чего, скажем так, у эльфов в Белериале не было. Ну, видимо, мастерство эльфов передать сверху просто невозможно. Правда, уже на минутах эльфы пытались первоначально научить некоторым навыкам, например, варихотства, но, скорее всего, мастерство просто перенимали их, наблюдая за эльфами. Ну, а союз равнионцев с гномами нечто похожее на такой гипотетический союз скипов и эльфинов, и тяжелая греческая пехота и скирская конница, ну, это была мощная сила восточном Средиземье, которая тоже принимала участие события регионской войны, но из-за блокады Казадума, из-за того, что ворота его затворились, этот союз распался, равнионцам пришлось расселиться на широких пространствах, видимо, тогда они впервые попали на землю будущего Рохана, между Андуином и верховыми реки Изен, и вдоль реки Эн-Дож, а также между Буристами и Белыми горами. Ну, об этом повествует неоконченная повесть Талый Марк, о ней у нас уже шла речь. Это повесть, которая затрагивает жизнь людей Юго-Запада Средиземья во второй эпохе потомков лесных племен Юго-Западного побережья, враждебного им, злого народа, садников и пришельцев из-за моря Нуменорцев. Ну, вот и на стыке конфликта этих трех народов на жизнь главного персонажа разворачивается. Вот такая была ситуация на начало войны последнего союза, когда вернувшийся из непытия испавшего Нуменора в Средиземье благодаря мощи своего кольца власти Саурун, используя поддержку темных Нуменорцев, возглавлявших племена Харада и колонии Нуменорцев Кумбара, используя поддержку орков, освоивших горы Севера и племен Востока, собирает силы для того, чтобы окончательно расправиться с Нуменорцами и их союзниками Гальфа. А во время последнего союза у Толкина нет отдельного произведения, есть оно, впрочем, о ее финале битве вывесной и Зине, в которой погиб Исилдурма. Это уже событие за пределами можно сказать истории этой войны. Но я хочу здесь сказать несколько слов о гипотетических планах стратегических сторон. Исилдур, опираясь на владение Вармой и на поддержку в первую очередь человеческих времен, поскольку силы эльфов все-таки были и оставались значительно наглобленными после регионской войны и падения региона эльфийского царства у брат Казатума, видимо использовал опыт войны этой самой регионской войны и выстраивал оборонительную линию во вратах Рохана между Ангереносом и Аглароном. Укрепления, которые сыграли такую роль в истории Войны колец, описанные в романе Войны колец, были выстроены в значительной степени именно в этот период. Он рассчитывал, что Солом опять-таки двинется через Андуин и колено в Голу на запад и готовил ему здесь ловушку с юга укреплений на Андуине могли ему его дарить кондорцы, а с север вероятели я через горы силы. Эльфов в первую очередь, Эльфов Фривенделла и союзников Раванилонцев. Солом, наблюдая за строительством перепостей, видимо, просчитал этот план и он стал собирать своих союзников не в Мордоре, откуда все-таки был нанесен первый удар по Асгелиату, но город и не был захвачен на Достойной, то есть удар был скорее отвлекающий, стал собирать своих союзников на Блату до Горлат, перед Мордорскими воротами, видимо, предполагая быстрый удар на север, на Ривенделла, и оттуда в союзе с весными племенами с берегом Буапа, старыми своими союзниками, уже вторжение вглубь владений эльфов и людей. Ну и здесь и Силдуру, и Ригил, а также, соответственно, Гил-де-Лату ничего не оставалось делать, кроме как ударить ему навстречу. Спешно собранное в Армуре войско переходит через Голистые горы в районе высокого перевала Ривенделла и выступает навстречу силам Мордора. На сторону к нему присоединяются гномы Дарина, царя Казадума, видимо, также и Раванионцы, и с юга подходят силы Гондорца. Ну и здесь у Черных Ворот разворачивается Великая Битва, в которой силы Посреднего Союза людей и эльфов все-таки одерживают реку. Гномам удается обрушить врата в Мордор и у Носклона Харат Луина разворачивается последнее сражение этой войны. Ну и есть остроумная гипотеза о том, что Цаурон, видимо, пытался вызвать извержение Радуина с тем, чтобы уничтожить союзные войска. Таким образом, поэтому так важно было остановить, не столько уничтожить его войска в осажденной перепости по Раду, сколько остановить самого Цаурона. Эта война стоила эльфам трех королей. Верховный король Дильдалад, королей Вихолесия восточных лесных эльфов и Лориена другого англа этого же времени. В этой войне погибают. погибают божьи людей, точнее Верховный король верных нуменорцев Эльфим и власть переходит к его сыну Исилдуру, наследнику Артнора и Патрон Гондор, поскольку его брат Энарион тоже погибает в этой войне. Нуменорцы имели хорошо организованную и развитую армию, в которой была и конница и пехота. У них были хорошие конные стрелки, но видим, как в записках Толкина мы можем прочесть конница и Нуменорцев. Верховный практически вся погибла в этой войне, и поэтому свои владения на север Исилдур отправляется пешим путем и через Раваньон видимо там он собирался найти лошадей у народов садников. И здесь на берегах Андуина вывез на Незине он попадает в засад орков. Погибает и его кольцо доставше после падения, после уничтожения Саврона исчезает в водах этой реки. завершается первая эпоха, так завершается вторая эпоха и наступает эпоха третья, непосредственная предыстория событий в области ремнии колец. Но обращаясь к этой эпохе мы должны конечно обратиться в первую очередь к одному из народов Средиземья, который сыграл в эту эпоху особую роль, а именно народу хоббитов. Вот здесь перед нами карта эрература, в центре которой широк страна хоббитов. Это земли принадлежавшие во вторую эпоху Эльфу, то есть в основном они находятся в западу от Барандуина или Брэйдивины, то есть земли, на которых лежит особое благословление, земли наиболее плодородные, также например как земли в долине Андуина, принадлежавшие Бондару, или земли в местности известной как Энгл или Угол, это владение эльфийского региона. Земли, которых этого давно не было, но они продолжали на себе определенное благословение, и эти земли были наиболее плодородны и плодоносны. Кобиды это особый народ, и о нем мы с вами сейчас и поговорим. Сначала все-таки несколько слов такого энциклопедического плана, что мы знаем о Кобидах. Кобиды скрещивания первых людей и эльфов Авери. Известно среди людей как хаффлинги половички или же полуэльфы, то есть хаффлинги такое двойственное понятие. В третьей эпоху вышли из зеленолесия и поселились в регионе, где в итоге создали государство Шир. Известно также население поселения в доме Антуина. Существует замкнуто и даже скрыто, однако довольно цивилизованно занимая земледелем, скотоводством, многочисленными ремеслами и владея началами техники применяют водяной двигатель. Живут семейными общинами клавами и малыми семьями в городках, селах и на хуторах. Подчиняются старейшинам выборному столичному мэру в случае войны наследственному вождю Тану из клана Турка. Отличаются выносливостью, стойкостью и добродушием. Противники орков, которых они называют гоблинами и троллей, достаточно терпимы гномам, эльфам и людям. При горе хоббиты и люди живут совместно. Язык хоббитов, сформировавшийся под влиянием языков людей, раводионской версии Адунаика, отчасти дунаданского и таллиц. Не будучи напрямую связаны с силами света и тьмы, более расположены к свету, хотя из корысти, страха или силу обмана могут подчиниться тьме, что и произошло в шерее во время шер эту территорию по площади, но примерно равную Дании, если говорить о Европе, с его соседями. Его соседи это земли арнольдских княжеств. Вот здесь, в северном периодоре княжества Ардегай, на юге и востоке княжества Кардалан располагались, именно Кардалан принадлежал и старый лес, описанный во властелин и колец, и могильники в южных холмах. Ну, а вот здесь вдоль великого западного, великого чьего, восточного тракта располагалась граница этих княжеств. Ну, здесь мы видим и Вальдохиллз, заветренные холмы, либо ломные угодники, разные периоды почеки называют, и Горазария знаменитая. Болотная область поселения Бри, где, как я уже говорил, люди ходят и живут совместно, пересечения дорог. Великий Восточный тракт, который ведет из Владимира гномов обладение пересекается зеленым путем в Бри и одной из его ветвей, которая ведет через Сармфорд, Сармфордский брод на реке Баран-Дуин в Капитане. То есть, опять-таки, и с торговой точки зрения территория весьма важное имение значения. Ну, кстати, говоря, Сармфорд в истории сармфорд отмечен неоднократно. Здесь произошла одна из битв регионской войны между нуменорцами и силами Савроны. Именно здесь нуменорцы впервые вступили с ним в битву, а затем располагались основные силы Сарумана, уже в войну в колец, когда он пытался захватить Капитанию. Теперь мы посмотрим на саму эту страну повнимательнее. Здесь есть несколько любопытных моментов. Вот здесь в средней части Капитании пересекаются ее четыре провинции. Северная, Восточная, Южная, Соответственно, Западная. Ну, фартинги они называются в оригинале, но четверти в переводах. Ну, вот здесь пресловутый холм, на котором располагалась нора, в которой жил Хоббит, с чего начинается собственно хоббит у Толкиена. Собственно говоря, в саду, в которой Толкиен жил в своей дальней родственнице в детстве, носило название Бэггант. Отсюда и происходит название усадьбы Бильбо и Фродо. Вот касается здесь середины края должна была бы располагаться его столица, но, как это ни странно, столица Ничел Деллинг расположена значительно западнее. С чем это связано? Тут есть целый ряд любопытных моментов. Вот эти самые коренные земли Хапитании, где жили Бэггинсы и Туги, вот здесь Тукланд по соседству и поселок Ходетон по соседству так сказать с горой с Бэггантом и в общем-то приличные земли Байвота, Фрагмортон, Стокс это самые коренные земли, как это и центральные земли. Столица находится восточный. Это, видимо, и бета-пределенное политическое значение. И здесь надо поговорить о политическом устройстве капитала. Любопытные статьи, посвященные этой проблеме, были опубликованы в журнале Палантир. Это статьи Дмитрия Магилевцева о письменности и закону о устройстве и почему копиты говорят стихами и Дмитрия Коткина о республике в мире Толкина. Вот, например, что пишет Магилевцев. В стране практически нет гражданской администрации. Совершаются сделки, составляются завещания, тянутся обычные хозяйственные свары, как же без них кто-то на кого-то работает, получает плату, плата это как-то регулируется, дети пусть далеко не все как-то обучаются грамоте и ремесном, но все это один-единственный управляющий чиновник, Кобецкий Мажордон, почта договорства стражников, обходящих большей частью границы жира никаких полиций и судов. Ей законы никакие средства принуждения к их исполнению. Изнародные семьи, древние, богатые и уважаемые и принадлежат земли. Голова Семьи Статуков носит традиционный титул Хоббитского там, командира Ширского ополчения и главу всеобщего собрания Хоббитов. Давным-давно уже нет, созывая сам Толке подобную устройство, называл наполовину аристократии, наполовину республик. Итак, есть традиция, всходная традиции эпохи великого переселения народа, традиции военной демократии. Народное собрание, кстати говоря, у народов среди семьи оно довольно распространено, Толкино оно значит названием «Мут», ну вот «Энтинг», например, мы вспоминаем собрание «Энтинг» в области «Винии колец». Ну вот было оно и у Хоббитов, это же было собрание войска и возглавлял его танк как наследственный предводитель войск. Первоначально власть там принадлежала сервисту Олбекс, старобеков переводит, но старобеки покинули Шир и переселили за бренделит в Пэтланд. Это, видимо, связано было с защитой восточных рубежей Шир строительством знаменитого Чистокола отпорной горельбы на границе Дикого леса и, естественно, ханы тогдашние видимо должны были уделять определенные значения, ну и как феодальные времена происходили, там они и осилили, ну, появились бронибайки, еще одна известная нам по области Виноколиц фамилия. Власть перешла к тугам, возможно, не по небес, поддержки Бэггенса, такое исполнение, скажем, по фамилии буржуазии. А что же тогда Вичел Дэлмин, почему столица и главный город находятся на Востоке? Именно здесь ревиденция мэра, которая обладает, в отличие от данной реальной власти. Что нам известно о мэре? Мэр избирается на вольной ярмарке, которая заменила собой муд, заменила народное собрание. То есть, все, как это интересно, съезжаются на ярмарку и там выбирают мэра как распорядителя ярмара, фактически. То есть, мэр это человек, точнее, хобик, изначально контролирующий торговлю именно в этом торговом пункте, который находится уже довольно-таки недалеко от Синих гор, а в Синих горах, начиная с первой эпохи, обитали гномами. И, видимо, аграрное производство у хоббитов, промышленным производством гномов, как раз встречались именно здесь, поэтому так далеко на востоке отодвинут главный торговый центр, ярмарочный центр. Это сделано ради ориентации на внешнюю торговлю. Ну, надо сказать, впоследствии уже четвертую эпоху, которая, как говорится, запад делали внимание, профессором были освоены земли и на востоке. Восточная марка появилась, по аналогии западная марка появилась по аналогии с Восточной. Это уже были вочины потомков Сэма Генжи, которые тоже вышли на ведущие позиции. После того, как Сэм практически до своей смерти занимал пост выборного момента, это кстати говорим, вот такое разделение любопытной власти происходило в Шире. Основные поселения сосредоточены в районе большого восточного тракта. Опять мы видим здесь небольшую возвышенность, нам мало что известно в этих землях, разве что на севере возделывали хмель, на юге были виноградники, так что в Капитане и пиво, и вино производили, как известно нам, опять-таки, благодаря Властивину Калецкий, Хоббиту, обе эти вида сельскохозяйственного производства были оразлены в таком общем-то компактном крае, достаточно компактным населением, в общем-то достаточно разнообразной была и природа, и хозяйственная жизнь, при том, что в целом плодородие земли сочеталось с довольно-таки суровым климатом, а на этом Толкин неоднократно делает ударение. Ну, теперь мы немножко познакомимся с самими уходами, так и благодаря Полин Беррис, замечательной художнице, которая не случайно называется, которую не случайно называли Королевой Нарги и Средиземья, ее иллюстрации вот Хоббиту в частности особенно нравились Толкин, но, к сожалению, Полин Бейнс уже умерла, но вот мы, тем не менее, можем познакомиться с ее воплощением этого мира. Хоббитания, конечно, очень похоже на Англию, причем настолько, что это даже где-то нарушает историческую логику этого мира. Хоббитания не знала феодальных отношений, но, тем не менее, сословная структура очень напоминает именно постфеодальную раннебуржуазную Англию, аграрную Англию, естественно, сепсику. Фактически три сословия присутствуют в Хоббитании. это сквайры землевладельцев, это фермеры или йомины, ну, скажем так, землевладельцы незнанные и незажиточные, ну, скажем так, среднезажиточные или порцелярные. Ну, наконец, есть и пролетариат. Вот представитель пролетариата Сен-Генжи. Откуда берется пролетариат в Хоббитании? У семейства Джен-Генжи была мастерская по производству беревок и канаток. Но отец сына, папаша Хэл, он был младшим сыном и мастерская осталась не ему, а его старшим брату. Ну, сам он нанимается в садовнике к Бильбо Бэггинсу, ну, и, скажем так, в основном он не наживал капитал, а завел побольше детей. Вот поэтому, как говорится, в заживочные хоббиты он и не выше. Ну, собственно говоря, Толкин здесь явно с одобрением относится к этому персонажу, собственно, ну, для меня это один из моих более симпатичных вообще персонажей пластилина Калис, хоть и довольно-таки эпидемиологический, но в начале и в финале все-таки появляющийся на страницах роман. Ох, Кабитании и Англии довольно любопытно писали об их сопоставлении, довольно любопытно писали многие исследователи творчества Толкиена. Ну, вот, с некоторыми из них, с некоторыми из высказываний я хотел бы вас сейчас познакомить, пока мы смотрим иллюстрации Полин Бейнс. Так, что это я ничего забрал читателем. Ну, вот, такая структура, как я уже говорил, социально немножко нелогична для Кабитании, которая не знала театаризма. Ну, вот, посмотрим, например, на Бэгген, на усадьбу, Бильба. Она окружена, точнее, по соседству находится хутор, где живут малоимущие хоббиты, те же самые генджи. И она очень, вот этот хутор очень напоминает поселок, где живут бывшие дворовые помещичи. Ну, вот, если мы вспомним, например, рассказ мужики у Чехова, там, как раз, жизнь у такого села хорошо представлена. Лесом – мь. 수가, Продолжение следует...